Встречу депутатов законодательного собрания с избирателями, видимо, одну из последних, потому что закон о том, чтобы такие встречи проводить как митинги и также согласовывать, это принят, но еще не подписан, и еще не опубликован, и еще не вступил в силу, но я не исключаю, что эта встреча может оказаться последней, поэтому давайте пользоваться теми законными возможностями, которые у нас имеют. Значит, о чем мы просим? И, собственно, изначально мы просили, чтобы здесь не было политической символики, чтобы не было плакатов, не было транспарантов. У нас, судя по всему, достаточно много, мы сейчас с вами поговорим, а потом мы хотим реализовать все идеи, которые в самом начале выступали, это спокойно, мирно, с нашими синими ленточками, стать живой цепью. Вокруг Высачевский собора символизирует его защиту. Сразу скажу, как мы хотим это делать. Значит, по пешеходному переходу, вот там, спокойно перейти к Высачевскому собору и, двигаясь, значит, по часовой стрелке, образовать эту живую цепь. И единственное, о чем нас просила, в общем, полиция, чтобы мы не перекрывали бы вход в Высачевский собор и не мешали бы гражданам туда выходить. Значит, что мы будем делать в ближайшее время и что мы уже сделали? Потому что создан оргкомитет, в который входят и депутаты, и градозащитники, и представители политических организаций, и не политических. Значит, мы разработываем сейчас целый план компании. Мы планируем ориентироваться на второпланемата, все-таки, там, годится согласование массового митинга. Мы планируем издание массовой газеты для информирования граждан, потому что очень мало информации. Мы планируем продолжать нашу работу в судах, и мы планируем выдать за таким референдумом, о котором сейчас вам расскажет Максим. Значит, добрый день, дорогие друзья. На следующей неделе, буквально с понедельника, мы с Борисом Лазаревичем начнем формирование группы, с инициативной по проведению референдума, эта группа будет создана на базе вот коалиции, о которой Борис Лазаревич сказал, коалиция вставай на защиту Исаакия. Один вопрос не вызывает сомнений, это вопрос, на который должны ответить петербуржцы, согласны ли они, чтобы администрация города передала Исаакиевский собор русской православной церкви. Этот вопрос не вызывает никаких сомнений, но скажу вам, поскольку это коалиция разных людей, разных сил, которых объединяет сейчас общая позиция, связанная с Исаакием, то там есть, конечно, дискуссия, поскольку наша коалиция это не единая Россия, не кладбище, где все со всем согласны, поэтому это требует серьезных усилий для того, чтобы обсудить вопрос, который мы с вами обсуждали 28 января. Существует возможность юридическая, правовая, еще один вопрос включить потенциальный референдум, этот вопрос звучит так. Читаете ли вы, что законодательное собрание Санкт-Петербурга должно выразить недоверие к губернатору Санкт-Петербурга Георгию Полтавченко? Это вопрос, который сегодня является дискуссионным. Не все коллеги согласны, что время пришло. Я сейчас не буду останавливаться подробно на мотивах и аргументах разных сторон. Я, с моей стороны, свой выбор сделал. Я поставил подпись на сайте «Полтавченко.нет». Я выступаю за отставку губернатора Санкт-Петербурга Георгия Полтавченко. Но для нас важно сохранение единства, для нас важно сохранение широкой коалиции, для нас важно все-таки помнить, что во главу угла мы ставим вопрос, который нас всех здесь собрал, который взбудоражил Петербург. Это вопрос, связанный с Санкт-Петербургом. Поэтому у каждого, кто имеет свою позицию по этому вопросу, есть возможность высказаться, подписав соответствующую петицию. А будет ли этот вопрос включен в заявку на референдум, этот вопрос, мы считаем, должен решаться консенсусом в коалиции. Так что, вы еще раз говорите, она продолжала существовать в таком широком формате. В любом случае, первый вопрос о мнении не вызывается, процесс будет начаться уже буквально завтра. А хочу вам напомнить, я думаю, что есть люди, знающие, информированные, что это непростая история власти, это просто любые претенды, потому что в принципе не может уже представить, что люди сами могут решать, как жить в Петербурге, как развиваться. Поэтому это не остановит нас, это не меняет наши планы, но мы должны понимать существующую политическую реальность. С другой стороны, могу вам сказать, что в свое время мы шесть раз пытались подать заявку по поводу башни Газпрома, ни разу нам не удалось провести референдум, как вы знаете, но башни Газпрома на ухте нет, поэтому тут главный результат, иногда угроза сильнее исполнения. А как мы знаем, по инициативе с мостом Кадырова, законодательное собрание, конечно, будет блокировать инициативу по референдуму, но, еще раз повторю, здесь наша работа в парламенте, где мы находимся в начинстве, может опираться только на вас. Нам очень важно, чтобы вы приходили на эти встречи, нам важна ваша активная социальная сеть, важна ваша просто позиция как граждан. Спасибо огромное всем тем, кто направил письма в законодательное собрание в поддержку депутатов, выступающих против передачи Исакинского собора. Поверьте, это исключительно важное для нас обстоятельство, потому что мы ваши представители, мы ваш инструмент, и если он не находится в руках гражданского общества Петербурга, то сила его существенно меньше. Но с опорой на вас я уверен, что мы сможем добиться результата. Я вам честно скажу, я вот внутренне абсолютно убежден, что этот вопрос, в этом вопросе победа будет за нами. Но, конечно, это зависит от нас. Поэтому давайте пойдем до конца в борьбе за справедливость, за Петербург, за то, чтобы сила духа восторжествовала над грубой силой, честное служение городу над стяжательством и жадностью, профессионализм над глупостью и серостью. Спасибо, друзья, что пришли сегодня. Я хочу сказать, что нас очень боятся. Очень боятся того, что нас много. Вот вы видите, стоит ли нам собраться дважды, один раз здесь, а второй раз на Марсовом поле, и буквально на следующий день решили запретить встречи депутатов с избирателями. Уверяю вас, вот если бы вас пришло бы на Марсовом поле тогда пять человек, им не пришло бы в голову это делать. Но они увидели, что вас пришло пять тысяч, а тех, кто собрался якобы на массовый митинг для передачи у собора, пришло 20 городских сумасшедших, им стало очень страшно в этой ситуации. Я думаю, что еще какие-то законы будут пытаться принимать, такие же репрессивные, чтобы не давать жителям Петербурга встречаться с депутатами, не позволять им свободно высказывать свое мнение. И вот только массово, еще только большим количеством, мы можем с вами добиться результата, отстоять Исаакиевский собор. Еще одна вещь, я уверен, что на самом деле наши городские власти абсолютно не уверены в результате. Если они чувствовали бы, что результат их будет достигнут, они бы так-то не боялись, они бы не устраивали бы истерики, они бы не превращали бы законодательное собрание в что-то похожее на церковно-приходскую духовку, где сейчас звучат речи абсолютно немыслимые для парламента светского государства. Они не организовывали бы это позорное письмо руководителей петербургских вузов. Мне стыдно за тех, кто его подписал, это письмо, что он через ректор Электрического института, где я когда-то учился сам. Когда я с ним поговорил, он стал что-то лепетать. А нам сказали, что есть решение, а нам сказали, что надо подписать, а нам сказали, что все уже решено. И дальше на вопрос, а зачем подписывать такие позорные письма, мне стали рассказывать, что они против того, чтобы через социальные сети у студентов дербовали в террористические организации. А кто ректор? Ректор Аббар! Можете себе представить, что вообще происходит в нашем славном городе? Есть, в общем, уважаемых людей, так нагибают, заставляют их подписывать такие письма. Но я повторяю, вот наша задача, это спокойными и законными методами, без истерики, добиться своего. Мы пять лет боролись с башней Офта Центра, но мы заставили не строить эту башню. И только тем, что нас много, мы можем заставить власть отступить. Мы видим, что действительно мало информации, поэтому сейчас мы организовали уже Яндекс Кушелек, мы завтра обнародуем его данные. Мы вас попросим, какие-то хотя бы небольшие деньги пожертвовать организацию этой компании, потому что нам нужно будет выпустить массовую газету. Нам надо будет готовить акции. Нам нужно будет это все организовывать, нам нужно будет все печатать и раздавать листовки. Нам надо пробивать изусловленную блокаду, потому что по федеральным кадрам на своем телевидении вы практически ничего не узнаете о том, что происходит с Исаакиевским собором, кроме того, что кучкам оригиналов и провокаторов выступают против исполнения федерального закона. Но, наверное, нам завтра опять будут рассказывать, что здесь существует пять или десять человек, в отличие от крестного хода, который подплатил. Поэтому нам нужно очень инвестировать здесь в работе. Нам нужно, чтобы каждый из вас по возможности общался со своими родственниками, со знакомыми, им тоже рассказывал, что мы используем. Вот только вот таким путем мы можем годиться результатам. Слушайте, а обсуждать, что тут не Ломова, не к ночи будь помянут, а потому что вообще нет, и варить необходимости. Он хочет организовать крестный ход вокруг Исаакиевского собора. Пусть проводит. Мне просто представляется несколько странным, что крестный ход вокруг пока еще музея государства, но здесь, если хочется, очень человеку попускать. Что мы хотим сделать? Еще раз говорю, сейчас, спокойно, никак не нарушая общественный порядок, цепочкой по крестному переходу, которая слева от нас пройти к Исаакиевскому собору и двигаясь на чиппочке с собой из-за стрелки и там замкнуть вот эту живую цепь. Единственное, что оставит обязательный проход для тех людей, которые идут в музей. И где-то минут 10 пеной к собору с лицом Исаакиевской площади и мы так пообщаемся в режиме этого живого кольца. После этого, друзья, у кого есть желание также по тому же переходу, возвращайтесь в сквер, и я и Максим будем здесь, и те, кто хотят с нами пообщаться, они продолжат этот разговор, мы здесь останемся столько, сколько надо. Вообще, мы убедили полицию о том, что мы здесь проводим эту встречу с часа и до трех, значит, вот поэтому около двух часов у нас еще есть. До последнего избирателя. Вопросы. Вот три вопроса, но обещали. Ответили. Ответили. Вопросы. Да. Первое. Можно ли законный вопрос, если признать незаконный последний закон, мы, конечно, будем обжаловать, если вы имеете в виду закон о приравнивании встреч с депутатами с митингами, мы, конечно, будем его обжаловать. Это требует серьезной проработки. В любом случае, у нас особых иллюзий нет, но если посмотреть на решение кондиционного суда по делу Дадина, например, недавнее, то все-таки, понимаете, это не роботы, это люди, и они тоже живут в нашем обществе, они живут рядом с нами, поэтому мы, конечно, сделаем все возможное. Еще раз говорю, наш принцип очень простой. Делай, что должен, мы должны это сделать, а что будет, не все зависит от нас, но, по крайней мере, при любом раскладе мы должны знать, что мы не делали, все, что от нас зависит. И я думаю, что все эти усилия, они не напрасны. Что бы они не запрещали, сколько бы они не принимали свои глупости, эти потергинки, вот эти коллективные, значит, это все чушь собачья, потому что цветы сквозь асфальт все равно прорастают. Тем более в Петербурге. Это сто раз доказано и докажем, что первый раз. Все действия, которые от нас зависят, мы совершим. И еще раз повторю, еще раз, нам очень, очень нужна поддержка ваша. Мы это чувствуем. Я думаю, что каждый понимает, что такое давление, что такое общая атмосфера. И, конечно, чувство локтя у нас присутствует без сомнения. Вы видите, что разные силы политические и общественные в этом процессе участвуют. Но, конечно, главное, фундамент всей этой борьбы это вы. Это каждый петербуржец, который свои усилия прикладывает к этой борьбе. Поэтому мы делаем все, что от нас зависит, а вместе мы такая сила, которая способна, я считаю, решать любые задачи. Дорогие друзья, друзья, я не могу сказать, что Наташа Ивзакимова, это человек, который три срока был депутатом нашего законодательского собрания, а сейчас он еще, Наташа, как называется, совет по вам человеку? И развитие гражданского общества. Дорогие друзья, я хочу продолжить то, что сказали мои коллеги и Борис Лазаревич и Иван Петрович. Перестань, Марсин будет. Хорошо, хорошо. Вот, понимаете, на самом деле все революции, в том числе культурные, они идут отсюда. Как только в прошлый раз, прошу прощения, мы собрались на митинге, не на митинге, ой, это я не так сказала, на встрече с нашими депутатами, как только мы на Марсовом поле. Там Юрий Надень Чудовин. Еще один член этого секретаря. Вот, да. Другого, вот не важно. Сразу появился не только проект закона в Санкт-Петербурге, но и в Думе. То есть у нас там теперь есть проводник, господин Мелодов, который совершенно четко следит, что происходит в городе. Когда им разрешают с оружиями без всякого согласования пройти по Невскому, это можно. А когда нам не разрешают просто встречи с депутатами, мало того, на Марсовом поле, где это законом Санкт-Петербурга разрешено, это как? Что же они боятся-то? Если власть у них от Бога, то почему они боятся? Мы не против власти. Мы против того, чтобы наши культурные ценности передавали господину Кунтяеву в честь его десятилетнего патриаршества. Совершенно верно. И тут я сейчас сказала одновая однокомая, она попыталась выяснить, каково состояние здоровья нашего патриарха и написала «Состояние здоровья патриарха 4,5 миллиарда». Вы представляете, это первое, что у нас состояние пришло. Это в интернете так? В интернете попробуйте. Здоровье не устраиваю. То есть здоровье можно 4,5 миллиарда, ребята. Долларом здоровья у нас патриарха. Поэтому давайте мы сегодня покажем, что мы не стадо баранов, мы петербургцы, и это наш с вами музей. Спасибо. Вопросы, может быть, после уже? Дайте, давайте сейчас ответим и пойдем. Потом вернемся к себе и ответим на все вопросы. По поводу обменации системы будем ждать мы будем собирать действительную работу системы защиты. У нас создан у нас комитет, там есть разные люди, мы информацию все укладываем. Есть группа официальная, есть группа официальная, выяснили что мы по поводу но если они были сами начали с я и и как и это в Мы пока не заберем. Так, друзья, мы потихоньку по пешеходному переходу начинаем акцию «Симое кольцо». Давайте посмотрим, сколько людей. Вот люди сейчас будут переходить к пешеходному переходу и будет видно, да, 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 будет видно, сколько кто-то людей собралось. Тут вот пока кто-то подходит к пешеходному переходу. И вот сколько. Теперь они скидки, перейдем на эту сторону. И будем снимать людей, которые будут выходить из сада. Есть у нас на этой стороне провокаторы. Про Америку что-то не там. Посмотрим, что там будет по Америку. Нет, Майдан, почему-то Майдан, не поймут. Китайская, любые волнения используются для достигания Майданов в стране. Ясно, ясно. То, о чем, а все вы пробанили. Майдан, у них. Здесь у нас какого-то столица, ладно, не важно. Пока посмотрим, по сниманию, по этим, по пробору. А кто бы сошел? Ну, посмотрите, да, вот она толпа. Привет. Толпа на этой стороне. Здесь у нас ОМОНы. Мы сейчас заснимем количество людей, которые... Вот, включая эту зеленую стилку, люди перестают. Вот, посмотрите, кто-то любит, и все на этапах. Давайте, прям-ка, а! Маленькая пауза. Маленькая пауза.